Детско-юношеский фестиваль Тэквондо, организованный РФСО «Спартак», собрал в триумфе более 350 борцов от 5 до 15 лет. Спортсмены проявили на корте стойкость духа и настоящий бойцовский характер. Как прошли соревнования, расскажет Богдан Колесников. Этот фестиваль – еще одна возможность продемонстрировать результат усердных тренировок и завоевать награды. В Люберцах его проводят третий раз. Количество участников с каждым годом растет. Максим Ковалев в Тэквондо занимается всего три месяца. И в таких соревнованиях участвует впервые. Сегодня было не очень сложно. Я думал, будет сложнее. Самое трудное было – это бить ногами, но я с этим справился. Я занял первое место, но я точно буду стараться. И занимать много первых мест. Стремление к победе было у каждого участника. Удары ногами в голову и удары руками в туловище оценивались системой электронного судейства. Судья только на центре нужен для того, чтобы фиксировать нарушения. Все остальное считает электроника. Претензий к судьям нет. Все будет честное и справедливое. С пяти лет у нас участники выступают. Они стремятся к стартам, к результатам. И родители поддерживают их эту инициативу. В общем, они растут. С каждым годом становятся все более опытные и профессиональные. В Люберцах этот фестиваль проводит российское физкультурно-спортивное общество «Спартак». Под его эгидой в округе организуют и другие соревнования. Большой «Спартак» начинается отсюда, по всем видам спорта. Так как у нас развивается в «Спартаке» очень много видов спорта. И, конечно, я бы очень пожелал, чтобы Люберцы были красно-белыми. Хотя я не против любых других видов общества. Динамо, ЦСКА. Но по традиции, триумф подвоится в Люберце. Пускай будет «Спартак». В обществе «Спартак» насчитывается более 40 видов спорта. Основная часть из них успешно развивается и в Люберцах. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.